И вот он самый быстрый гонщик сегодняшнего дня Михаил Коллегов Ямбург, ну он называется правильно Ямбург, Уренгой, Газ, Пром, Добыча там как-то очень сложно То есть ну газовики собственно говоря, в основном в Ямало-Ненецком автономном округе добивается газ Это нефть южнее, она в Ханты-Мансийском Там оттуда стартует у нас газопровод Уренгой, Помары, Ужгород, который через Украину идет со всеми вытекающими последствиями В общем-то это крупнейшая магистраль в Западную Европу 58 километров до полярного круга, ну нас возили на полярный круг, туда показывали эти вещи То есть это вот кладовая России Так, готовы к старту юноши Будем надеяться, что они не фальшанут у нас, как в первом заезде Все так напряглись Ну, ага, чуть-чуть подергивается Старт! Бабак, бабак, хорошо он стартует Вообще говоря, удачно и так и в первом, и во втором, и в третьем заезде 26-й номер в этом дисциплине силен Итак, 26-й стартовый номер, впереди у нас перворазрядник Дмитрий Бабак Факел новый уренгой За ним и у основной конкурент коллегов 17-й номер Ямбурга Итак, вот сейчас они будут пересекать линию финиша 26-й номер, Бабак И 17-й коллегов Ох! 7 десяток между ними 4,5 Захаров Проигрывает 21-й номер 6,2 Санин И у Такаева какие-то проблемы Он сразу 19 секунд проиграл Такаев вместе с Бабаком ходили здесь по трассе Зрители их видели Но один что-то подсмотрел, наверное, лучше другого Рустам не знает, что с ним сегодня творится То ли Снегоход не едет, он третьим был на первом этапе Быстрый гонщик Ну, что-то вот не так Ну, может быть, сейчас удастся выправить положение Итак, смена лидера Без особой борьбы Михаил Коллегов на первом же круге Ну, на втором уже, да, на втором, можно сказать, круге Выходит вперед То ли устал Дмитриус Бабак То ли, не знаю, как это объяснить Итак, второй круг смены лидера Михаил Коллегов, Ямбург выходит вперед Захаров, кстати, лучший круг показал предыдущий у нас Но вот сейчас минута 0,5-8 у Коллегова Итак, 17-й номер Коллегов 26-й Бабак 21-й Захаров 80-ка Санин 23-й Такаев Но Такаев начал пробираться вперед Все-таки все у него наладилось Минут 0,5 он хороший круг показал И я думаю, что хоть этих-то он догонит Не очень быстрых Гонщиков Хотя, как и в юношеских, так и во взрослых заездах Что-то у нас вот сейчас Бабак Захаров прессингует Я думаю, что к третьему заезду подустали И вот здесь зависит от того, кто уже лучше восстановился из них Похоже, сейчас Бабак еще одну позицию потеряет Просто сил не хватает уже бороться С конкурентами Захаров на колесе висит, на гусенице Кто придумал снегоходы? Бомбардье у нас, в общем-то, Алан Бомбардье Вот такие легкие Потому что, ну, пытались раньше там на автомобильные колеса Вешать гусеницы всякие разные Вообще гусеницу придумали в России Это у нас дживецкий, дживецкий изобретатель В 30-х годах 19-го века Ну, для телеги, конечно, не было двигателей подходящих Именно, чтобы по раскисшему грунту в армии возить там боеприпасы и так далее Ну, потом появился паровой трактор Блинова у нас один, второй он их два сделал Ну, а потом были тракторы Ух ты! Борьба за второе место! О-о-о-о! Нет! Нет, нет, перекрестил То есть вовремя он даже, мне кажется, отбился Бабак чисто так инстинктивно Но напрямую все равно быстрее Быстрее Захаров И проходит, да, проходит Итак, Иван Захаров, 21-й стартовый номер Киров Вятский гонщик Из Кирова Ну, Вятские поляны переименовали Соответственно, в общем-то Честь Сергея Мироновича Кирова Нашего деятеля, убитого Конкурентом В семейном плане В 34-м году мы помним эту историю Она обросла всякими легендами Так вот, город И как бы название Ему вернули, не вернули В общем-то, тем не менее Киров Итак, Рустам Такаев на четвертое место Пробился на этом же круге 23-й номер После всех неудач, которые его преследовали на старте В 20-ти секундах он, правда, у нас от лидера сейчас И в 16-ти от Захарова Ну, от Бабака, да, они поменялись Захарова Итак, лучший круг в гонке у нас Было у Коллегова сейчас Ну, он остался, в общем-то, у Коллегова Хотя нет, Захаров минута 0-4 858 Итак, Захаров Сейчас еще, по-моему, не все и ясно Оказывается, сил сохранил Так у нас Иван Иван Владимирович Кировский гонщик Вчера Нет, не вчера Вру, конечно, а, собственно говоря Вскоре ему 16 лет сполнится А пока 15 Иван Захаров Очень быстро тоже в третьем заезде Я думаю, он силенок сохранил много На Коллегов лидирует 2.7 Был просвет Сейчас мы будем смотреть на динамику Сможет ли Захаров поддерживать Такой-то Ох, какой темп-то у него Я думаю, сейчас уже не 2.7 А меньше Вот сейчас пересекает линию финиша Ох, какой темп-то у него Итак, 17-й номер Коллегов 21-й Захаров 26-й Бабак Коллегов Захаров Бабак Микрофон опять Далековато все-таки Мы находимся Но, тем не менее, он работает Сегодня Дай Бог Итак, 15 минут заезд 7.5 прошло Половина контрольного времени Осталось Ну, темп примерно одинаковый Где-то 4 десятки Захаров отыгрывает А между ними 2.9 Поэтому сейчас, конечно, надо Либо взвинтить темп Ивану Бабак отстает Бабак Круг минут 11 идет Практически Он уже 20 секунд Лидеру проигрывает Я думаю, сейчас как бы Такаев его не догнал По этому темпу Такаев Такаев тоже в этом же темпе идет Такаев 33 То есть между ними 13 секунд То есть выросли разрывы В результате всех тех перипетий Которые в начале заезда были Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Итак, к нам прибыл Виновник остановки заезда Алексей Мороков Он жив Почти здоров Сейчас мы узнаем его впечатление О трассе Наверное, после заезда все-таки Да, мы здесь Будет перерывчик у нас небольшой Мы с Алексеем побеседуем По этому поводу Ну а пока у нас на трассе Без изменений Гонщики оставили разборки На последние круги Десятая минута заканчивается Итак, коллегов идет Минута 0,6-7 Захаров сбросился Не хватило сил Минута 10,5 6,5 секунд Разрыв Бабак проигрывает 28-98 Почти 30 Такаев тоже Что-то уже Да, все Сдох у нас Рустам И не догоняет Все равно лидера Чемпионата Ну правильно наговорить Не чемпионат, а первенство России среди молодежи По кроссу на снегоходах Сейчас, кстати, Захаров Опять быстрее на секунду Прошел у нас Михаила Но между ними 5,3 Разрыв большой Это у нас Бабак обогнал Кругового 151-го номера Самого юного Участника Вершигрука Артема Вершигрука Из факела Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Итак, 4 секунды догоняет Иван Захаров, лидера 2,5 минуты еще имеет место быть Итак, нас ждет борьба за первое место Если сейчас у Захарова остались селедки то он вполне может побороться за победу хотя бы в этом конкретном отдельном заезде Итак, мы видим лидера опять И мы видим Захарова 2,6! Полторы секунды отыграл Вот это да! Нас ждет интересный финиш Полторы минуты еще есть контрольного времени минимум три круга а то может и больше потому как зависит от того, как линию финиша будут пересекать гонщики Итак, камера нам ведет как раз вот преследователь Захарова сейчас Захаров самый активный кончик Вот идет минуту 07, остальные минуту 09 лидер минут 13 бабак идет сейчас все сбросились кроме вот этого вятского, хватского парня и вот, ну это по круговому он догнал Абсолютный лидер, кстати говоря, здесь тоже потерял время и разрыв 2,3 на линии финиша Но тоже, конечно, звездил темп сейчас коллега 06 прошел Захаров минут 06,8 Захаров минут 06,4 Уже не тает просвет, как раньше Тренера ходят Конечно, у нас представители Ямбурга относительно Бакина И он будет, конечно, до последнего упираться Последняя минута идет 2,5 круга осталось гонщикам мчаться по трассе Итак, вот бабак Димитриус проигрывает 53 секунды Его могут на круг обогнать лидеры по таким ходам И вот один лидер Второй Два круга Они чуть судью не снесли Иванова и Эдуарда Секунда между ними, секунда на линии финиша Ну и, в общем-то, Захаров Сейчас будет пытаться Я чувствую, что у коллега сила осталось поменьше к концу заезда Два он выиграл Третьим Похоже, Захаров Готов ему навязать борьбу Пытается Внутрь Но! Но! Сохранил лидерство Полтора круга осталось на все, про все Опять попытка на прямой Смена лидера! Итак, вперед выходит 21 номер Иван Захаров Иван Захаров вышел вперед Буквально напрямую Он расправился с Михаилом Коллеговым У которого просто, похоже, кончились силы Сразу просвет стал расти Для телезрителей опять повтор обгона Мы видим Ну, ничего не смог противопоставить Михаил Иванов И вот сейчас мы видим уже просвет Может быть, какие-то и технические проблемы Тоже там забарахлил Мотор Но вряд ли Но вряд ли Круги уже очень медленные Минута 0,5 Минута 11 У Коллегова, собственно Но он боролся здесь, конечно, сложно Держать оптимально И так идет последний круг Лидирует 21-й стартовый номер Спортсмен аж Третьего спортивного разряда Иван Захаров Киров Восьмой был в прошлом году В Кубке России на молодежке Девятый в молодежном первенстве России Чихонин Владимир Васильевич его тренирует В этом году у него два третьих места Исход Он очень быстро был У нас в Откинске, кстати говоря Здесь тоже периодически в первом заезде Нас радовал своими Вот сейчас он Да, Бабака лидер на круг прошел На всякий случай И сейчас будет финиш И так только два гонщика в одном круге 21-й номер Захаров И 17-й коллега И так финиширует У нас победитель третьего заезда Иван Захаров 21-й номер Киров Бабак круги отстал И третье место в итоге занял 26-й номер Ну и вот вице-чемпион Победитель этапа все-таки 17-й номер Михаил Коллегов По моим подсчетам Он чемпион этапа Уходим Такими участниками Ну и конечно же Бабак какие-то советы Ну а будем Мы этим временем продолжаем И через несколько минут На нашу трассу Выдут Другие участники И конечно же Им нужна ваша поддержка На этом учреждении Сегодня праздник Праздник весы Праздник спорта Ваши воли смирные Поддержим наших спортсменов На пути Это наш спорт Субтитры сделал DimaTorzok